дорогие друзья сегодня регистрируем нашего дрона обзор на канале есть либо будет отдельно сегодня в этом ролике регистрация регистрировать мы будем его на портале госуслуг в росавиации регистрируются дроны сейчас на 2023 год все дроны которые весом более 150 грамм и до 30 килограмм обязательно проходят регистрацию первым делом сразу скажу нужно зафотографировать его фотографии можно прикрепить несколько она должна быть на светлом фоне в ваше устройство полностью в развернутом виде все элементы на фотографии должны быть видны и одна из фотографий должна содержать серийный номер чтобы тоже его на фотографии было видно нафоткать и его хорошо несколько раз при хорошем освещении цветные обязательно конечно же фотографии должны быть и зашли в свой личный кабинет вот здесь поисковая строка пишем просто поисковой строке меня уже тут вот включился вот поисковая строка пишем регистрация дрона просто сразу же чат-бот у нас здесь предлагает какие-то варианты постановка на учет вот это выбираем поставить на учет и нас госуслуги перекидывает уже вот сюда в этот раздел учет беспилотных гражданских воздушных судов с максимальной взлетной массы от 0 15 килограмм до 30 килограмм начать поставить на учет беспилотное воздушное судно или внести изменения выбираем первое сведения заявителей нужно будет нам сведения о беспилотном воздушном судне и его технических характеристиках сведения об изготовителе беспилотного воздушного судна скан или фото беспилотного воздушного судна срок исполнения услуга окажет в течение пяти рабочих дней результат уведомление о рассмотрении заявления придет в личный кабинет переходим к заявлению кнопочка здесь мои данные все я их все сверяю но так как я в личном кабинете естественно здесь все то что нужно моё на всякий случай посмотрите верно все подтверждаем верно номер телефона также сверяем тоже верно электронную почту свою верно нажимаю сверяю далее мой адрес с почтовым индексом тоже обязательно проверьте также подтверждаем верно и адрес фактического проживания совпадает ли с адресом регистрации да или нет указываю у меня совпадает регистрирую судно собственного производства да или нет я пишу нет и далее тип беспилотного воздушного судна в соответствии с наименованием присвоенным производителем заходим на официальный сайт нашего производителя или вашего лучше на официальном сайте это смотреть но если вдруг не нашли или он какой-нибудь там без русского языка то тогда у продавца смотрим у меня производитель dji это квадрокоптер можно написать можно вот так как я лениво выделить максимальная взлетная масса в килограммах на официальном сайте в характеристиках я смотрю 249 грамм копирую или просто пишем в килограммах это мы пишем 0 целых и 249 в килограммах обратите внимание не пишите 249 0 249 вид двигателей на воздушном судне что здесь нам предлагается электрический но от батареи естественно он электрический далее количество двигателей на беспилотном воздушном судне но насколько я понимаю квадрокоптеры имеют четыре двигателя естественно раз у них четыре вентилятора и организация изготовителя но напишем просто dji продолжить кнопочка далее укажите серийный или идентификационный номер судов серийный номер на моем квадрокоптере серийный номер находится под крышкой которая закрывает аккумулятор его мы переписываем лучше поставьте заглавные буквы также как и написано и переписываем все буквы правильно смотрите не ошибитесь латинские буквы должны быть как вин код у автомобиля все переписали номер но сверим сейчас я сверю все буквы чтобы не ошибиться нажимаем кнопку продолжить фото беспилотного судна фотография должна быть цветной на светлом однотонном фоне размер изображенного на фото беспилотного судна должен занимать не менее 70 процентов от общего размера снимка и содержать изображение серийного номера при наличии и всех элементов конструкции беспилотного судна ракурс съемки должен обеспечивать отображение всей видимой площади бвс позволяющий провести его идентификацию 5 файлов можно добавить на 150 мегабайт всех вместе и так я загрузила со своего телефона фотографии нажимаем выбрать файл выбираю у себя на компьютере так выделяю все свои фотки они сейчас сюда загрузятся так три файла не прикрепилась и все нажали отправить заявление заявление отправлено пишет направлено она в ведомство федеральное агентство воздушного транспорта москва ленинградский проспект 37 корпус 2 услуга будет оказана в течение пяти рабочих дней за результат заявления поступит в личный кабинет госуслуг друзья мои и либо какой-то сбой либо что-то но у меня прикрепилась только две фотографии я общий ракурс отправила и с номером отправила фотографии не знаю примут или не примут фотографии размером по 3 мегабайта но почему-то после загрузки двух фотографий пропадает кнопка отправить еще прикрепить еще хоть и пишет что еще можно 3 отправить фотографии но с двумя фотками я отправила все теперь ждем в течение пяти рабочих дней что придет на почту и так друзья 24 числа я отправила письмо мне приходит на почту подтверждение вот такое вот письмо ваше заявление о постановке на учет принято это мне письмо пришло двадцать восьмого августа далее от росавиации мне приходит письмо о том что постановка на учет мое заявление рассмотрено это получается через четыре дня и мне отказано и причина указывается вот здесь прикрепленный файл в письме открываем этот файл и в нем вот такое письмо уведомление от федерального агентства воздушного транспорта от росавиации уведомление об отказе в постановке на учет беспилотного воздушного судна дата отказа 30 число то есть я отправил 24 и через шесть дней вот этот отказ приходит здесь данные все мои которые я отправляла и указано почему причина отказа в содержании заявление не соответствует с установленным требованием там как мы помним был тип наименование беспилотного воздушного средства она у меня не соответствует наименованию присвоенному изготовителям тип воздушного средства мини с е не указывать квадрокоптер то есть друзья мои имейте это в виду тип наименование это должна быть прописана модель то есть если бы они конечно изначально написали бы модель у меня не было бы сомнений я бы естественно написала бы диджай мини с е но так как тип написано я почему-то написала квадрокоптер это неправильно вот по этой причине мне было отказано и на следующий день я уже отправила ему 2 письмо уже исправил ошибку все заново ту же самую процедуру я прошла я отправила те же фотографии две фотки опять у меня прикрепились кстати так у меня не прикрепилась 5 фотографий отправила уже получается на следующий день не пришло в этот же день подтверждение о том что моему заявлению присвоился такой-то номер и заявление росавиации принято и так ждем и далее что будет дальше и так дорогие друзья через пять дней 31 я отправил повторное письмо и 4 числа 4 сентября мне приходит вот такое письмо все ваше заявление о постановке на учет бвс входящий номер от 30 одобрено уведомление во вложении и письме мы видим точно такую же таблицу также федеральное агентство воздушного транспорта росавиация уведомление о постановке на учет беспилотного воздушного судна здесь у меня появился учетный номер этот учетный номер он состоит из одной латинской буквы и 6 цифр его необходимо нанести на корпус беспилотного средства любым несмываемым способом фломастер наклейка или краска высота шрифта должна быть не менее 5 миллиметров без курсива и засечек то есть четкими печатными простыми буквами также номер без пилотного воздушного средства должен быть продублирован на отделяемых элементах конструкции не менее трех раз для дронов максимальной взлетной массы до полутора килограмм и пяти раз для дронов максимальной взлетной массы более полутора килограмм то есть нанести его на корпус можно также нанести его на аккумулятор и на все лапы на все его лучи на каждую ногу и так это было все о постановке на учет дронов 2023 году если понравился ролик то автору лайк пожалуйста всем пока пока